ну зря вы не видели найдите на ютуб найдите на ютуб, наберите тренинг по-американски и посмотрите там приезжает в контору, которая продает недвижимость к агентам приезжает представитель центра, нанятый хозяином его играет Али Колдер и с ними разговаривает с этими агентами, они зеленые такие полудохлые мужики такие взрослые и они продают землю по наводкам хозяин дает им наводки на людей, которые интересуются землей и эту землю они должны продать по наводкам то есть агенты, недвижие землю продают и дело плохо идет и хозяин нанял парня, который бы поехал и их встряхнул бы там и вот он приезжает туда и говорит а они сидят там такие замшелые он говорит, я приехал вас спасти он говорит, поставь кофе на место кофе пьет тот, кто продает и ты, сукин сын, считаешься коммерсантом? а один соскопил я эту ерунду сус не буду зря у меня для вас хорошая нота вы все уводили кто-то раз рассел что, стало интересно? о, как надо разговаривать с людьми которые занимаются торговлей что, стало интересно? вам, говорит, дали на водки люди просто так не интересуются землей вам нужно пойти и продать эту землю если вы не сможете, то вы ни хрена и не стоите и тогда получаете под зад коленом и валите отсюда а этот спрашивает а кто вы такой вообще? как вас зовут? кто вы такой? он говорит, пошел нахрен вот как меня зовут думаешь, почему я так тебе говорю? потому что ты приехал сюда на корейском драндулете говорит Падема а я на БМВ за 80 тысяч вот как меня зовут потом снимали часы и говорит видишь эти часы? видишь эти часы? видишь эти часы? он говорит, вижу эти часы стоят дороже твоей машины я на прошлый год заработал 870 тысяч или там 975 тысяч а ты? а ты никто, понял? скажешь, хороший парень хороший отец иди играйся с детьми не можешь продавать пошел разговаривать за домчиком Америка пришел в бизнес зарабатывает деньги что ты сопли живешь? у меня не получается они со мной смеются они не хотят у них нет денег мне в скайпе парень пишет вот Олег Григорьевич вы читали на простой разговор? вот Олег Григорьевич он так иногда подбросит мне такой муж вот с кем мы имеем дело а люди-то какие родственники-то уроды я ему дал попробовать а он говорит выброси двигатель запоришь без мягкого знака запоришь без мягкого знака выброси вот они родственники долбанутые раз ты с такими делами сделаешь кашу сваришь а я не пишу так я сам такой как они мы все такие когда к нам что-то предлагают то мы ведем себя так мы даже не знаем о чем идет речь мы на всякий случай отшиваем человека а ты как хотел? рот открыл и все побежали тебе в карман Тингисова ты же на рынок вышел на рынке битва идет посмотрите что делается они шпионят друг за другом убивают друг друга они вкладывают денег больше и больше они воруют секреты вы что вообще? Рына! я вам опять говорю война! а ты вышел никакой голый боссый хилый слабый не уверенный в себе не умеющий ничего делать непрофессиональный человек и пришел юный они никто ничего не покупают они не хорошие и оказываются я так никогда не расплогатею они не выставят в очередь к моему МПД я им принес благо такое понимаешь чтобы экология была чтобы у них экономия они не понимают так это ты никакой кто понимает что я говорю некоторые не понимают что он не является никем непрофессиональным человеком не умеет не знает и претендует на что? значит нам надо стать я вас уверяю стать кем я вас уверяю наш бизнес в тысячу раз проще чем тот чем занимаются например те же агенты по продаже не движешься или в ресторане бизнес делать или на станции техобслуживания или шины продавать или в торгово-развлекательном центре стоять в отделе или поставить в отдел человека своего накупить товар например часы или например бижутерию или например посуду или тряпочки которых так мало в нашей стране адидас и все строим сразу адидас или может быть спортивные тренажеры я очень рад купил себе спортивные тренажеры придешь в зал огромный зал сидит в такой шкаф и отдыхает сутками отдыхает потому что один человек неделю заходит вы понимаете это или нет а у нас за 30 баксов взял бизнес и через 2 года миллионер где вы такое видите а через год каждый день тысяча баксов где вы такое видите и главное людям помогать да какие это и смысл учиться кто-нибудь видел когда-нибудь лопату знаете как еврей в колхоз пришел устраиваться и говорит ну вот я пришел устраиваться на работу ну вот бери лопату и иди копай а где матурчик там где ты видел лопату с моторчиком а где вы видели еврея с лопаткой а где люди умные поэтому я с лопаткой и люди вращают они лучше в банк что правильно правильно или нет зачем нам лопата это тяжелый труд молодые ребята вот сейчас я со строителями имею дело 25-30 лет они уже полуинвалиды кто на стройке поработал я правду говорю да грыжа паховая пуповая или как она называется грыжа у всех там не таскают корячатся под жарким солнцем страшная вещь капитаны команды есть ставь капитаны команды типа Продолжение следует...